Добрый день, это программа «Мимо нот» среда, 2 часа дня, точнее 2 часа 13 минут, мы немножко задержались, просим прощения. Сегодня у нас в студии София Корзова, Евгений Юрьевич Додалев, а в гостях у нас Владимир Николаевич Сунгоркин. Добрый день. Владимир Николаевич Сунгоркин – это легендарный, да, легендарный, бессменный главный редактор газеты «Комсомольская правда». А сколько вы уже главный редактор? Владимир Николаевич Сунгоркин – том, что многие пытались сменить. А сколько вы уже главред «Комсомольской правды»? Владимир Николаевич Сунгоркин – 98-го, 97-го, что получилось у нас. – Ну, 20 лет будет в будущем году, а в «Комсомольке»-то вы с… – 75-го года. – С 75-го года практикант пришёл, то есть, да, действительно. – То есть, на ваших глазах и с вашим участием молодёжь пресса Советского Союза превратилась в пенсионную прессу, да. С моим участием, да, рушили с моим участием. – Владимир Николаевич, вот мы когда готовились с Евгением Юрьевичем в программе, Евгений Юрьевич мне написал… Евгений Юрьевич мне сказал, что тема у нас будет вот такая. – Для начала? – Да, для начала. «Влияние советских молодых журналистов на формирование музыкальных субкультур». – Молодёжные прессы вообще. – Да, молодёжные прессы. – О, то есть, у нас такая мемуаристика пошла. – Вы можете, да. – Легко, да, легко. – Легко. – Легко. Ну, у нас, если говорить о комсомольской правде, у нас был такой легендарный совершенно человек Юра Филинов, и сейчас жив-здоров, может, вам его позвать, он так бодрячком-то. – Позовём, да. – Обязательно. – Вот, и если говорить о таких каких-то этапах, что ли, мы делали конкурсы, которые назывались 33 одна треть, выпускали пластинки… – 33,1-30? – Да, да. – Ваше поколение может узнать эту скорость пластинки. – Скорость пластинки. – А-а-а. – 33,1-3 оборота в минуту, да. И мы выпускали эти пластинки, которые были страшным дефицитом. – Вы выпускали? – Мы выпускали с «Мелодией», конечно, с «Мелодией», да. Мы подготавливали, кто будет, там Саруханов будет, Пугачёва будет, там ещё кто-то будет, в том числе и «Машина времени» на них была. Вот, значит, вот здесь у нас был большой вклад. Потом проводили самые разные музыкальные фестивали участвовали в них. И, наконец, такая одна из вершин нашего, так сказать, вклада в один из краеугольных камней нашего вклада в рок-музыку была совершенно безумная статья группы «Товарищи», даже не статья, а коллективное письмо, которое называлось «Рагу из синей птицы», Андрей Владимирович Макаревич. – Да, который критиковал Макаревича. Потом фанаты Макаревича собирали эти тиражи, жгли костры, проклинали нас, ну, в общем, было весело. – А что там было, скажите, пожалуйста, для меня, для нового поколения, для молодого? – По нынешним временам там не было ничего, по нынешним временам. Ну, наезд такой был, но, я говорю, по нынешним временам. То есть, там никто не обзывался, ничего. Там была группа товарищей, причем известных там, по тем временам и сейчас известных. Виктор, я правильно все путаю, Виктор Астафьев у нас писатель, Виктор Астафьев, значит, Роман Солнцев был тогда знаменитый режиссер, ну, такая группа деятелей культуры выразила изумление, что молодежи показывают такой странный ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль «Машина времени», который поет очень странные песни. Вот она называлась «Рагу из синей птицы». Не нравилась песня «Рагу из синей птицы», да, и все это как-то, ну, в общем, старшее поколение выражало недоумение, что они там слушают, эти, значит, дети, и что они поют, вот эти вот непонятные, значит, люди молодые. Ну, это вызвало такой огромный интерес. Я думаю, вообще, Макареевич и его компания должны нам быть страшно благодарны, потому что по нынешней время все-все понимают, был дикий пиар, и все, кто не знал про «Машину времени», после этого не узнали. А после «Капсомолка» выходила тиражом, там, примерно, 7 миллионов экземпляров. Вот здесь я минуточку хочу уточнить. Мы когда с Павлом Николаевичем Гусевым главредом МК беседовали, я с изумлением узнал, что тираж, это была аж не рыночная история, а ему, допустим, в МК тираж определял горком комсомол. А тираж комсомолки кем определялся? Как вот складывались вот эти цифры огромные? Сейчас скажу, там было от обратного. Был такой контроль. Все определялось, естественно, в Центральном комитете партии. Партия, а не ВЛКСМ? Нет, партия, партия. Конечно, партия. Это слишком большая газета, чтобы ВЛКСМ придел. Мы входили в систему издательства ЦК КПСС «Правда». Орган ЦК ВЛКСМ. Да, орган – это идеология. Зарплату мы получали в ЦК партии. Начальство наше утверждалось в ЦК партии. И в ЦК партии была такая установка, простая, как многое в то время. Значит, у «Правды» должен был тираж максимальный быть, допустим, 10 миллионов. Если он вырос, по количеству коммунистов было примерно 14 миллионов. Вот 10 миллионов выписывали «Правду», а другие коммунисты, военные, выписывали «Красную звезду». Все разобрались. Теперь комсомольцев. Их было 28 миллионов в стране. Но дальше возникла коллизия. Комсомольская «Правда» не могла быть по тиражу. Больше, чем самая главная газета. Потому что сказали, у вас будет 9,5. И вот так примерно шли. А когда уже всех отпустили, вольную всем дали, где-то в 90-м году дали всем вольную, плюнули, Горбачев сказал все. Делайте, что хотите. Делайте, что хотите. У нас тогда тираж летел до пресловутого 21 миллиона. Но это был один год, когда все врата открыли. 21 миллион. 21 миллион. Это самый большой тираж в мире, во всей истории газет. Ни одна газета. Гиннесс есть? Да, конечно. 21 миллион. 21 миллион. По Гиннессу самый большой тираж 20-го века в ежедневной газете. То есть человек пять читал каждый экземпляр. Конечно. 100 миллионов читал. Это был один год. Это был, по-моему, 90-й или 91-й год. 90-й, наверное, даже. В 91-м уже все порушило. А музыкальные рубрики были? Да, конечно. Вот у нас была эта рубрика «Тридцать три одна треть», был еще у нас какой-то граммофон, она как-то называлась. Вот. И вот у нас Юра Филинов был такой, он абсолютно был такой современный человек, но когда вот это был погром связан с «Машиной времени», и ему досталось, потому что он как бы был редактором этого дела. Но опять все же тогда было так дозировано, знаете, вот как делают блюда тогда так. Значит, про рок-музыку можно было написать, допустим, один раз в полгода, допустим. А кто контролирует? Как вот контроль это осуществляет? Главный редактор для этого есть. Да, понятно. А кто в ту пору был, вот когда Юра Филиновна? Селезнёв был знаменитый человек, Юрий Геннадь Николаевич. Который потом в Госдуме был. Да, да, да. Они все вот так вот завешивали. Вот. И все это считалось так, знаете, вот, ну хорошо, молодежь-то надо, чтобы читала. Вот молодежь… Ну, это был заказ на «Машину времени», то есть кто-то позвонил из вышестоящих и сказал, надо пригасить Я вот вперед, в общем, меня тема абсолютно не волновала, я отвечал за, я был заведующим отделом рабочей и молодежи, то есть отвечал за экономику. Мне это было бесконечно далеко, поэтому я не знал, что… А у самого вот у вас музыкальный вкус-то… Знаете, я сначала, когда вот та эпоха была такая интересная, я сначала, когда услышал «Машину времени», я недалеко от этих ребят ушел тоже, какая-то синяя птица, какой-то рагу… Интероград Сунгорки… Да, хотя мне было 27 лет, я ничего не понимал, что не поют вообще. Потом… Еще хуже было с Гребенщиковым, когда начали слушать «Аквариум», я вообще решил, что это дурь от нашего брата, что не может это, не может это кому-то нравиться. Но постепенно, дело в том, что когда переходишь из одной цивилизации в другую, многие вещи просто непонятны. Ну а сын ваш, он разделял ваши представления о прекрасном? Сунгоркин-младший? Да, Сунгоркин-младший, он уже, по-моему, вообще не по музыке, а у них все там в компьютерах. Понятно. В подростковом возрасте-то музыку ты слушал? Я не заметил, я не заметил ничего такого, что вот он был там фанатчиком. Ну а что вы слушаете, вот для себя, для души? Нет, я вам скажу, что мы слушали, допустим, мы слушали то же, что и сейчас популярно, мы слушали… Битлз был тогда на пике, он еще был действующим. Дальше шел Led Zeppelin, тоже все слушали, все… И вы Led Zeppelin слушали? Да, конечно, никаких вопросов не возникало. Это нам было все абсолютно понятно. Как сейчас обидно Гребенщикову варить, что-то я думаю. Ну, это пили на английском, понимаете, и поет, музыка хорошая, ты приплясываешь, но все хорошо. А эти же на русском поют, Гребенщиков. И поэтому, когда он поет, даже не город золотой там, а какие-то такие вот, какую-то Кострому Монамур там заведет, чего он хотел… А еще у него в тот время был такой индийский цикл какой-то, или тибетский там, или гималайский. Но вы со временем пришли в итоге к Гребенщикову? Сейчас вы его слушаете, да? Гребенщиков пришел, пришел, да. Ну, как, я люблю твоего… А к машине времени? Пять песен люблю у него, очень люблю машину времени, вот, и тоже с десяток песен очень люблю. Ну, такие абсолютно хрестоматийные. Ну, большой плач Гребенщикова я не могу слушать там… Знаете, вот вы сказали насчет музыки Гребенщикова. Ну, у меня очень много. У меня знакомый один, не хочу его плавить сейчас в эфире, рассказывал, что он Бобу Дилану поставил музыку БГ, это было где-то 97-й год. И Бобу Дилан говорит, ну, я слова-то не понимаю, музыку эту я где-то слышу, что он сказал. И здесь следующий вопрос мы приводим к Богу. Вот как вы считаете то, что Нобелевку за литературу получил Бобу Дилан, ваши персональные отношения? Не Глапреда к Мсомолуке? Нет, ну, я считаю, что это уже… У меня есть версия, да? А вы можете процитировать что-нибудь? Нет, я не могу процитировать. Пару строчек. А вы? Нет, нет, не могу. Кого? Боба Дилан. Нет. Я вообще даже говорю… «Blow in the wind», да, «Ветер несет перемен, бла-бла-бла-бла», и «Man gate name still занимался», то есть человек дал имена всем животным. Очень смешная песня без всякого… Я думаю, там случилось следующее. У меня такая вот конструкция в голове. Они до этого назначали, значит, лауреатами, было уже… Изначали, мне нравится. Да. Ну, избирали. Они избирали лауреатами, и это уже превратилось в полную пародию. Мы всегда знали, что они где-нибудь найдут в Танзании, в Кении, какого-нибудь странного человека, который не знает никто и не читает, и его объявят. Это такое толерантность, я не знаю, что такое. Но это становится уже пародийным. И, по-моему, они из одной крайности вдруг, когда они поняли, что над ними весь мир смеется, уже много лет, значит, это было вот это вот несчастье, значит. Они… Я думаю, они все довольно взрослые, умудренные такие жизнью люди, толком уже не понимающие, что где. И я думаю, им кто-нибудь пришел и сказал, а давайте Боба Дилана нашего… Боба Дилана! Боба Дилана! И мы вот… И тогда… Никто ни в чем не обвинит, да? Давайте-ка. Это вообще здорово, и опять никто не хочет казаться ретроградом, да? Все хотят… Даже в 90-е лет им хочется быть такими… Попрыгунчиками такими, да? Ну, и говорят, вообще, давайте, вот, оживим. У меня другого объяснения нет, потому что, ну, безусловно, это из одной крайности в другую. Вот. Я думаю, это не имеет никакого отношения все-таки к понятию лауреат Нобелевской премии по литературе. Ну, вот мой ответ. А как вы вообще относитесь к таким вот музыкальным явлением, масштабным, о которых ваши газеты пишут? Такие, как «Конкурс Евровидения», допустим. Ваше издание пишет об этом, потому что об этом невозможно не писать, или вам самому интересно то, что происходит? Нет, мне абсолютно неинтересно. Многие вещи, которые пишет «Комсомольская правда», мне лично абсолютно неинтересны. Ого! Вот это да! Ну, я надеюсь, у вас не очень много слушателей. Хотя в наше время все… Нет, вот это да. Это работа, понимаете? У нас качество слушателей, а не конечное. А как мы подходим, собственно, почему мы пишем про Евровидение, а не пишем там… То есть, вы работаете главным редактором «Комсомольской правды», просто потому что это работа для вас? Еще собираюсь поработать, да. Просто ради денег. Это абсолютно такая история, не имеющая никакого отношения к моим личным вкусам. И слава Богу, у нас есть аудитория, на которой мы работаем. Это аудитория массовая, народная аудитория. Мы точно знаем, мы просто берем замеры. Если завтра вдруг окажется, что бывает в жизни, и может быть, что конкурс пианистов Чайковского вдруг каким-то образом щелкнул, его стали смотреть десятки миллионов, а люди перестали смотреть «Евровидение», мы забудем про это «Евровидение» как кошмарный сон, причем произойдет это в течение минуты. Нам не надо для этого ничего. И мы будем писать об исполнителях конкурса Чайковского, об рояле, на котором они играют, о скрипке, которая вон там, и с ней что-то связанное, ее украли у «Страдивария» 200 лет назад. Вот абсолютно такой подход. Мы работаем с аудиторией. Нам все равно абсолютно, чем она интересуется. Вы работаете не только с аудиторией, у вас же есть какие-то и партнеры. Я вот, читая газету, понимаю, что у вас, видимо, есть какие-то взаимоотношения с Первым каналом, потому что про «Голос» вы пишете в пропорциональном отношении гораздо больше, чем в ваше издание «Покуренты». Я вам скажу, у нас нет инструмента, который бы взвешивал… Вот я от вас слышу, что мы про «Голос» пишем больше, чем другие. У меня такой инструмент, а даже нет, я об этом не задумываюсь. А то есть это не политика? Вообще, газета живет один день. Толстушка живет неделю. Ну, допустим. Я просто вижу, что программу «Голос» люди смотрят. Я хожу, езжу… А вы не смотрите? Нет. Я вообще, боже упаси. Моя жена с огромным удовольствием смотрит «Голос», моя теща смотрит «Голос», мои родные и близкие смотрят «Голос». Вот я как не приду, они сидят, у них «Голос» только «Голос». Но это не означает, что я прихожу на планерку и говорю, так, моя жена и теща смотрят «Голос», поэтому… Мы просто видим рейтинги, они большие, они высокие, и говорим, все, «Голос» давай. Если, опять, это ничего личного. С первым каналом мы дружим, и с вторым дружим, и с каналом «Звезда» мы дружим, мы стараемся со всеми дружить, но мы всегда… У нас комическое издание, комический подход. Мы всегда знаем, почему мы ту или иную программу, если она не очень рейтинговая, ставим. Возможно, мы ставим, это не про первый канал, а, допустим, что-то с РНТВ или со «Звездой». Они нас поддержат в каком-то проекте, мы их… Медиа состоит из двух частей. Первая часть нацелена на аудиторию, а вторая часть зарабатывает с этой аудиторией. Вот, собственно, на самом деле медиа очень простая. Почему-то, вот меня никогда не зовут преподавать студентам, а когда я… Вы же не пойдете, наверное. Нет, я с удовольствием. Когда меня иногда зовут, я прихожу, и я вспоминаю себя студентами. Я думаю, нам столько всякой чуши в пять лет закладывали, которая никогда не пригодилась, которая оказалась при этом, которая, ну, не нужна. На самом деле, как ни странно, ни студенты, ни журналисты, прожив жизнь, они не понимают, они не понимают, что все очень просто. В чем смысл журналистики? Так, так, так. Говорю, там, нести, там, вести и так далее. Вот я студенту говорю, ребята, смысл журналистики и вашего, как журналиста, личной капитализации, ценности состоит ровно в одном. Вот посвятите свою жизнь ровно одной идее. Вы должны своей жизнью, своей, значит, писаниной или эфирами и так далее, вы должны привлекать ту аудиторию, которую можно продать. Она может быть массовая, как в нашем случае, она может быть небольшая, как в случае ведомостей, да, но та аудитория ваша личная, которую вы можете продать. Смысл издательской деятельности в том, чтобы найти людей, которые соберут аудиторию и эту аудиторию продать. Всё, лекция закончена, понимаете? Собственно, два занятия. Одни собирают эту аудиторию, другие радостно эту аудиторию продают. Даренко таскает за собой аудиторию везде, к нему подходит человек, который говорит, Даренко, заходи, сколько стоишь? Он говорит, там, миллион, условно говоря. Хорошо, значит, я тебе дам миллион, но я на тебя заработаю два на том, что я впарю твоей аудитории, ну, условно говоря, зонтики там или лиманчелло там, каждому свою, или машину Ягуара. Собственно, всё. Но вместо того, чтобы эту простую мысль донести, а остальное всё инструмент, вместо того, чтобы эту простую мысль поставить во главу угла, им говорят, сегодня будем учиться писать репортаж, завтра они учатся писать, не знаю, интервью, да? Но никто им не объяснил, зачем нужен репортаж, интервью, а может, вообще не нужен ни репортаж, ни интервью. Всё ради денег. Всё ради денег. И репортаж, и интервью. Ради аудитория. Ну, чтобы потом на ней заработать. Вы должны приучить, что у вас есть, вы должны создать свою аудиторию, вы должны её прикормить, неважно каким жанром. Может, уже не надо интервью, может, должен быть интервью с репортажем, может быть, вообще ничего не надо. Но мы так газету делаем, вы говорите про голос. Мы просто садимся и говорим, так, мне надо газету продать завтра, чтобы в киоск пришли люди и купили её, чтобы у них был условный репортаж. Значит, мы сюда раскладываем кучу лёгких тяжёлых наркотиков, которые их... О, это моё, я же... Это кто? Вот она в голосе поет, да она, оказывается, из Саратов, моя землечка. Ух ты! А её, оказывается, там выгнали с ПТУ когда-то, и меня выгнали, наверное, такой же талант. Вот они, вот эти вещи мы закладываем. Он должен собакой купить газету. Понимаете? Владимир Николаевич, вам не хотелось никогда сделать какой-то проект для души, не ради денег, чтобы продать, не знаю, по какой-то... Это для души, это же очень интересно. Нет, но вы же говорите именно для души по контенту, вы же говорите, что вы комсомол. Нет, для души бизнесмена. А Софья Андреевна имеет для души журналисты. Да, да, да. Но есть какая-то узкая тема, которая вас очень тревожит. Это же это у нас было. Вот вы же знаете, Софья Андреевна у нас юная девушка. Был Мостовщиков, который... Сергей, он делал много шикарных вещей, для души их читал, но они все были убыточные. Да. Ну, для души лучше книжку... Мостовщиков почитаем, для души я... Ну, а создать что-то для души, вы же создатель, ну, творческий человек. А за чьи счёт я буду создавать? Это такая для души, давайте я сниму кино для души. Ну да. Кино стоит дорого. Вот что создать, чтобы это было... Ну, вы же какое-то кино снимаете? Ну, снимаем, но опять мы знаем, что у нас под эти дела гранты и так далее. Вот. Вы скажите про кино? Ну, создать для души... Весь вопрос... А зачем? Я для души... Для души. А зачем? Для души... Что такое для души? Отдохнуть или там... Да. Ну, я возьму... У меня дикое количество непрочитанных книг, которые надо его прочитать, и мне хочется их прочитать. Их огромные. Даже если их пять, я не понимаю, что я их пять прочитаю. Когда вы читаете, это потребление, а именно, чтобы создать самому, как творческие личности, какой-то проект, который уйдёт в вашу энергию, и отдать эту энергию. Не помещается. Я и так всё время что-то создаю. Вы про кино расскажите, не уходите. О кино, знаете, так вот чем-то гордиться особо нечем. Вот у нас есть кино, которое я всем советую посмотреть. Это, скажем таки, нишевая абсолютно история. Мы много лет для души как раз путешествуем по самым диким местам страны, самым необитаемым, самым труднодоступным. У нас есть для этого возможности. Благодаря Комсомольской правде, безусловно, нам помогают, заброситься куда-то, но мы так много лет путешествовали, добром сообразили, особенно когда активизировалось географическое общество. Там гранты у них, там возможности. Создали канал «Моя планета», в частности. Мы решили, а что мы просто плаваем, давайте делать фильмы. Ну, стали какие-то реконструкции делать. Как по этой реке, там, первые русские люди в 17 веке прошли. Кого-то одели в Малахай, значит, дали им пищали. Он идёт, правда, толстоватые эти люди для 17 века. Ну, вот делаем какие-то фильмы, там, «Выход на Тихий океан», или реконструкция Арсеньева экспедиции Владимира, известного путешественника, или там есть Григорий Федосеев. Ну, вот это для души, безусловно. Это имеет своего зрителя, это продаётся. Вот, всё-таки для души что-то есть. Ну, не совсем зверообразно. Вот мы вас и поймали. А что поймали? Я просто об этом не думал. Вот, а давайте подумаем, что для души. Я и газеты для души делаю. А что там? Газеты-то вполне задушевные. Вот её там постоянно демонизируют. Ой, у вас газета. А кто её демонизирует? А, придёшь? Вот я, последний, последний, это самое… Это не ко мне, я понимаю. Нет, это у нас стажёр. Понятно. Вы знаете, куда не придёшь… Миша, время. Дайте мне. Куда не придёшь, везде обязательно такой, ну, уже мем такой стал. Ваша газета когда-то была, моя бабушка читала, я сам читал, но я перестал читать, она у вас бездуховная, у вас была детка, у меня всегда трюк один и тот же. Вот буквально такой фокус в любой аудитории. Обязательно в любой аудитории встаёт человек и говорит, я вашу газету когда-то читал, а сейчас перестал, или моя бабушка просила передать её проклятие. А у меня всегда с собой есть домашняя заготовка. Я всегда раз беру сегодняшнюю газету, всегда легко. Я беру сегодняшнюю газету, сегодня к вам забыл, ну, не подумал об этом. А так я беру и говорю, так, кто там, Вася, на газету, покажи, за что здесь я должен вот посыпать голову пеплом, уходить в отставку, ищи. Это такой трюк, который я всегда спрашиваю. Вот они ищут, дальше смеются, дальше выходит какой-нибудь такой, знаете, фундаменталист, они всегда есть, и говорят, у вас написано, вот жалко я не взяла газету, у вас вот этот заголовок, ну какой-нибудь весёлый заголовок. Тра-ля-ля, ту-ту-ту. Как можно с таким заголовком? Слушай, я за этот заголовок человеку благодарен, ну, хороший. Тра-ля-ля, ту-ту-ту, что-то такое. Нет, вы, получается, вы там, бедлодизируете аудиторию, пошёл такой умный разговор. Я им дальше тоже традиционно говорю, слушайте, ребята, вас что, просят эту газету читать? Ну, не читайте, идите, купите другую газету «Коммерсант», «Ведомости», российская газета есть, пожалуйста. Ну, такой безумный разговор, знаете, вот эмоции. Вас не поймаешь. А можно ещё один вопрос? А что меня ловить-то? Ну, поймайте меня, а что меня ловить-то, да? Смотрите, я вчера смотрела ваше интервью на канале «Москва-24» с Евгением Юрьевичем, кстати. Да, был случай, да. Мне туда мебель там понравилась, богато. Да, кстати, наверное, неудобно там сидеть. Я вчера посмотрела. У меня был взволнован, поэтому… Скользкий стул такой. Лёгкий троллинг. Поэтому, да, тут 40 минут. Массовые стулья какие-то странные там. Да, да, да. Вы, среди прочего, сказали, что большинство населения сейчас в Российской Федерации не имеет своего представительства в медиа. И вопрос, как должно такое представительство, такое СМИ выглядеть, по-вашему? Потому что, по мне, эта комсомольская правда вполне отвечает запросам масс, скажем так. Ну, во-первых, оно было года три назад, наверное, да? 2012 год, даже больше. Черт, я вот сейчас думаю. Существует ли эта большая лакуна, где нет представительства медиа? Я думаю уже… Я бы сейчас так не заявил, учитывая, что возможности медиа очень большие. Во-первых, есть интернет, где действительно реально. Вот у нас сейчас в сутки, у нас заходят, вот в последние дни заходят 2 миллиона 200 тысяч в сутки. На сайт? Ну, да, мы с этим посмотрим с хорошим каналом уже телевизионным. Плюс миллион заходят на радио. Это люди разные. Они совпадают на 6 процентов примерно, мы так и все знаем. Плюс 400 тысяч купили газету, да? 400 примерно на 4 тысячи… Это еженевка, да? Еженевка, да, 400 тысяч. Значит, это примерно, ну или купили, или бесплатно где-то получили по подписке всего 400 тысяч. Ну, 4 человека в среднем, 3 даже пусть смотрят, тысячу миллион двести, да? В итоге у нас сегодня примерно, так будем грубо говорить, 4 миллиона в день точно нас потребляют. Я еще уже убрал пересечение, да? С Комсомолкой имеют дело 4 миллиона в сутки. Значит, это, ну, активная часть у нас есть. Дальше активная часть на сайте. В целом, не на сайте, а в целом на сайтах, да? Очень много. Там же в день порядка 40, что-то миллион. Вы говорите сейчас только о российской аудитории? Я российской, безусловно, российской говорю, да. То есть сейчас, я думаю, тезис 2012 года, если он был, тогда он устарел. Я думаю, сейчас за счет интернета… Закрыли свои лаконы. За 4 года телеканалы прошли гигантский путь. У нас столько в телевидении было развития за 4 года, что… Ну, вы закрыли телевидение в результате. А мы его просто закрыли. Такое было совершенно секундное дело. Вышел указ президента… Ну, как на секундное… Нет, я объясню почему. Для нас секундное дело. Вышел указ президента такой, что на кабельных каналах запрещено размещать рекламу. Угу. Угу. Смысл потерялся. У нас коммерческая организация. Смысл потерялся. Зачем мне нужен канал, на котором я не могу зарабатывать, он же убытки. Мы его тут же закрыли. Месяца через три… А у нас, в отличие от большинства каналов, которые не закрылись, там была такая дыра в заборе. Если у вас есть кабельный канал, но у него есть эфирное вещание, вот как у Лайфа оказалось, а у них в Саратове было эфирное вещание, в одном городе, то можно собирать, как ни странно, рекламу дальше. Угу. А у нас ничего эфирного вещания не было ни в одном городе, только кабель. И мы закрылись. Месяца через три президент этот указ отменил. Просто взял и отменил. Указ отменяется. Ну, потому что пошли крики со стороны кабельного канала, кабельного сообщества, что, ребят, нам надо закрывать десятки каналов. Ну, пока они там что-то дёргались, а мы люди решительные закрыли. Ну, вот так получилось. Всё. Я так понимаю, когда… Там миллион день тоже заходил, миллион день. Именно коммерческим аспектом объясняется вот следующая вещь. Вы знаете, что вели дискуссии по поводу того, как правильно говорить на Украине и в Украине. И люди далёкие от политики, а просто учёные, лингвисты пришли к выводу, что исключительно на Украине, на Дальнем Востоке, на Кубане у вас издание называется «Комсомольская правда в Украине». Нет. Всё очень просто. Всё, что вы перечислили, ещё проще. Всё, что вы перечислили – регионы России. В этом политическая была склонка. А если мы говорим, что комсомольская правда на Украине, мы её приравниваем к некому региону. Да? На Кубане, на Дальнем Востоке. Вот. Но если мы говорим о любой суверенной стране, мы должны писать «вы». Поэтому, очевидно, всё надо писать. В нашем объеме… Надо игнорировать законы русского языка. Как? Комсомольская правда в Кубе будет, потому что Куба – это суверенная страна. Не-не-не-не-не. А русский язык он абсолютно живой и развивающийся, как нас учил ещё Даль, да, всё время. Он же живой и развивающийся. Поэтому там постоянно что-то устаревает. Поэтому, как имперские великодержавные шовинисты, к которым я себя точно отношу, да, я легко и без запинки могу сказать «на Украине». Но если я разговариваю с человеком из суверенного государства, для которого это важно, что я скажу, я постараюсь не забыть и сказать «у вас в Украине». Вот и всё. Это язык живой, развивающийся. Вообще, нас эта тема абсолютно не волнует. Есть редактор в КП в Украине, видите, я уже, опа, перескочил. Есть редактор в КП в Украине, её зовут Оксана Богданова. Вот она сидит, она за это отвечает, пусть она и думает. Она гражданин Украины? Да, она гражданин Украины, она святая женщина, потому что она не сошла с ума, находясь вот во всем дурдоме, в котором сейчас происходит там же давление со всех сторон, да. Вот. Что у меня потрясает, она до сих пор сточу по дереву не сошла с ума, и она старается, чтобы газета предельно в тех условиях Украины, которые есть, выходила. Потому что здесь куча, значит, всяких пассионарных личностей кричит, надо закрыть комсомолку, значит, на Украине тогда, наверное, правильно. Потому что это позор, они действительно используют термины АТО, антитеррористическая операция. Они действительно называют происходящее и жителей Донбасса сепаратистами. Ну, слушайте, это правила той игры, они живут в той стране, там есть законодательство соответствующее и так далее. Там, кстати, уже нет комсомольской правды. Там, очень смешно, там есть КП в Украине, это газета, а вот сайт там называется комсомольская правда, на сайте написано комсомольская правда в Украине. Сейчас еще украинцы услышат, опа, тут мы не законопатили. Но уже, да, но уже, ну, на сайт заходите, вот вы сейчас можете зайти на сайт, вы видите там написано комсомольская правда в Украине. Только в жовто блокит нам в таком рассветке, да, исполнение. А газеты уже КП в Украине, они запретили же законодательство все. То есть, так же, как у нас в Литве выходит комсомольская правда, она там комсомольская правда, по-моему, тоже КП, но она без орденов, потому что ордена в Литве запретили, советские ордена, просто запретили. Прервоняли их там к чему-то нехорошему. Ну, тоже мне, мои же коллеги там в Фейсбуке, где я всегда спрашиваю, это позор, Сунгоркин продажный, убрал ордена, пошел на поводу этих козлов, значит, прибалтийских. Я говорю, слушайте, во-первых, они не козлы, это государство, которое приняло соответствующие законы. Вы поняли вашу позицию, к сожалению, мы не смогли в полном объеме общаться, потому что вы приехали позже, чем вы ждали. Путузский проспекта переследили, поэтому мы рассчитываем, что вы придете к нам еще. Действительно, огромное спасибо за визит. Спасибо. Владимир Николаевич Сунгоркин, Софья Андреевна, Козыг. Я сегодня поняла, что комсомольская правда будет вечно. Что я еще молода, наверное. Это была программа «Мимо нот». Смотрите на нас через неделю. Удачного дня! Спасибо. Это была программа «Мимо нот». Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Россия